Активный, такой веселый, но достаточно серьезный парень. К людям он относится прекрасно, с удовольствием будет общаться, обниматься. Ну, если это, конечно, хозяин позволит. На авиторе он грозный доберман весом килограмм под 50. На практике добрый и ласковый пес при правильном подходе. Даже к чужакам, если хозяин разрешит. Со своей хозяйкой Еленой Коробцовой он живет уже два года. Елена – учитель математики, а содержит собак еще с 90-х годов. Говорит, хотелось не декоративного пса, а серьезного компаньона. Но она понимала всю ответственность. Все два года Ориона еженедельно водит на тренировки. И каждый день, утром и вечером, обязательные долгие прогулки. Это такой хороший компаньон, с которым можно и дом на диване поваляться, и в поход куда-то сходить, пеший, скажем так, и по городу, и в транспорте, и на такси. Выплеск все-таки должен быть. Но мы ходим на занятия. Они здесь эмоционально разгружаются, работают и умственно, и физически. Амстав Тома для Елены Кожуховой стала первой собакой. Выбор был тщательным. Елена советовалась с кинологами, с хозяевами собак такой породы. И только потом приняла решение. В итоге Тома выросла верным и умным другом. Томочка, на меня смотри. Все, все, ты молодец. Так опасны ли серьезные собаки? Многое зависит от человека. Кинологи говорят, хозяева таких собак должны постоянно их воспитывать, следить за ними. И не стоит пытаться общаться с любой собакой без разрешения ее хозяина. Если вдруг у вас случается какая-то ситуация, нужно вести себя максимально спокойно. Потому что собаки иногда хотят просто поиграть. Они не знают, что человек их боится. Самим в первую очередь не провоцировать животных на какое-либо действие. Все зависит от хозяина, как он воспитал собаку. А сама собака, она мне опасна. Девять месяцев я живу в Индии, собаки там не гавкают. Если мы будем не агрессивными, и собаки будут такими же. Собака не только радость, но и ответственность. Недавно российское правительство утвердило список потенциально опасных собак. Со следующего года их выгул без намордника и поводка будет запрещен. Анатолий Головко, Семен Безгинов, Константин Головин. События.